Здравствуйте! Вот и наступил тот самый день, когда мы снова собрались все вместе по такому важному поводу. 68 лет назад закончилась одна из самых страшных войн в истории человечества. Великая Отечественная. Начало мая. Красные гвоздики. Как слезы тех далеких страшных лет. И ветеранов. Праведные лики. Особенно которых больше нет. 8 мая 2013 года. Канун дня Великой Победы. Совсем скоро стемнеет и вечернее небо озарится не разрывающимися снарядами и бомбами, а тысячами свечей. Это все благодаря ним и в память о них. Героях, которые в далеких 40-х сохранили нашу родину свободной. В Чебоксарах, как и во многих других городах страны, прошла акция «Свеча памяти». Это мероприятие уже стало традиционным в нашем городе. И вообще даже в республике сегодня еще в Новочебоксарске есть подобная акция «Свеча памяти». Это акция добровольчества. То есть захотел, пришел. Никого не заставляют. Ветеранам становится все меньше и меньше. Мы все равно их помним, мы их чтим. Они всегда в нашем сердце. Ветераны, студенты, ученики школы, родители с детьми слились в огромную колонну и направились к монументу славы. И это, пожалуй, главное доказательство. Никто не забыт, ничто не забыто. Это очень важная, добрая, нужная акция. Она объединяет всех нас. Она объединяет молодое поколение и старшее поколение. «Где бы ты ни был, куда бы ни торопился, зажги свою свечу и присоединяйся», – призывали организаторы. У «Вечного огня» загорелись около двух тысяч маленьких, но очень важных огоньков, которые также символизируют неугасаемую память и славу героев. «Мы пришли с малышом, показать ему, какие мероприятия здесь проходят у нас, рассказать ему о том, что была война, рассказать о героизме наших солдат, которые защищали русский народ, чтобы он знал тоже историю нашей страны и всегда помнил о бабушках и дедушках, которые воевали за его счастливое детство». «Нельзя забывать о таком великом событии, потому что они сражались за то, чтобы мы жили, за нашу свободу». «А здесь, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой войне, поблагодарить всех живых. Я не ожидал, что будет столько молодежи. И они сюда пришли не просто, на самом деле, потусоваться, я считаю, а именно по зову, наверное, сердце». «Девятое мая пройдет, свечи потухнут. Главное, чтобы пламя осталось в сердцах. А помнили и гордились не только в праздник под залпы салюта». «Но сегодня чувство общей радости, гордости объединяет всех от мала до велика. Значимость великой победы понимают все без исключения». «Спасибо нашим ветеранам!» «Большое спасибо им за то, что они дали нам такую жизнь, что мы живем свободно. «Смирное небо. Нет больше войны. И надеемся, больше не будет. Никогда. На братских могилах не ставят крестов. И вдова на них не рыдает. Им кто-то приносит букеты цветов. И вечный огонь зажигают». Дорога к вечному огню всегда неспешная, неторопливая. Всегда возможность подумать о грозовых военных буднях, о боях, которые каждый раз становились для кого-то последними. «Его отца, который погиб в Севастополе, он остался со своими солдатами перекрывать отход войск. Все сели на катера, а они остались. У меня тоже много родственников погибло. Ну, слава богу, деды все пришли живы, но в свое время». В одной колонне – школьники, госслужащие, гости столицы и, конечно, ветераны. Те, кто ковал победу своими руками. Евдокия Горбунова в годы войны, не успев окончить школу, начала трудиться наравне со взрослыми. Жала, пахала и косила. В общем, делала все, что нынешним подросткам порой вовсе не под силу. О себе думать было некогда. Только спустя годы все это вспоминает, как страшный сон. «Мы помним все, как мы трудились, как мы старались. Все для фронта, все для победы. Мы так трудились и день, и ночь. Тяжело было. И еды не было, и траву ели, и шавель ели, и конский шавель ели, но трудились для победы». Война шла долгих четыре года. А это 1418 дней. 34 тысячи часов. 20 миллионов погибших людей. И если по каждому погибшему из этих 20 миллионов в стране объявить минуту молчания, Россия затихнет на 32 года. Субтитры делал DimaTorzok Алые гвоздики у вечного огня. Белоснежные голуби в чистом небе. Символы нашей благодарности героям, защищавшим Родину и погибшим на полях сражений. Сразу после возложения венков в часовне Иоанна Воина состоялась панихида по убиенным воинам. Святые венки легли и у памятников воинам, исполнявшим интернациональный долг в Афганистане, и воинам, погибшим в горячих точках. Галина Титарчук, Евгений Анисимов и Николай Яковлев. Республика. Подряд уходят ветераны, им обдувает ветер раны. Их ордена лежат забыты, а имена горят сильней. А может это все логично, но очень больно, если лично. Ты с этим связан был и даже не понимал тогда всего. Мне раньше искренне казалось, что деду много жить осталось. Но уж который день победы мы отмечаем без него. Все, кто не пришел с войны, кто ушел вслед за товарищами в послевоенные годы, снова в строю. Акция «Бессмертный полк» проходит в эти дни по всей России. Присоединилась к ней и Чувашия. Ранним утром в День Победы новочебоксарцы поспешили к месту сбора «Бессмертного полка». Мой отец Давыд Михаил Дмитриевич родился 8 июля 1924 года в деревне Дворец, Воловский район Тульской области. В 1942-м, как только ему исполнилось 18 лет, он отправился на фронт. Всю войну он прошел под командой Жукова. Дошел до Берлина, войну закончил в Берлине. В 1989 году, то есть спустя 20 лет, его нашла медаль за отвагу. Те, кто не смог прийти на праздничный парад, могут быть спокойны. Дети, внуки, правнуки готовы заменить их в строю. В руках у них фотографии родных лиц Великой Победы. А в сердцах бесконечная благодарность и светлая память. «Поздравляем всех участников войны с 9 мая. Желаем им здоровья и долгих лет жизни. Спасибо им за все, что они сделали. Добрых лет им жизни и с праздником с 9 мая. Поздравляем!» «Мы сегодня привезли фотографию нашего прадедушки. Это прадедушка с папиной стороны. Наш прадедушка родился в многодетной семье. Он был самым младшим из всех детей. И когда он поженился, и буквально в этот год, в декабре, его призвали служить. Был он старшим сержантом. К счастью, он пришел не раненый. Поздравляем всех ветеранов Победы. Поздравляем то, что они все-таки не отдали нашу Россию Берлину. И хотим пожелать, чтобы больше никогда не было войны. «Мы поздравляем всех-всех-всех с праздником Победы. Я и моя дочурка Валюша, мы ходим в детский сад номер 27 города Новочебоксарска. И сегодня мы вместе со всеми в бессмертном полку. Наш дедушка, он воевал в Великую Отечественную войну. И поэтому мы вместе на параде. С праздником всех!» На сегодня в бессмертный полк Новочебоксарска добавлено более 200 фотографий участников войны. Воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла публикуются на страницах газеты «Грани», которая и организовала эту акцию в городе-спутнике. «Всего коллектива из Дальского дома «Грани» хотим поздравить всех людей, всех ветеранов войны с Днем Победы, с 9 мая. Так здорово, что всех нас объединяет этот великий праздник. И мы сегодня вот решили выйти вместе с горожанами, с портретами своих дедов, чтобы пронести их портреты в колонии бессмертного полка в рамках парада победы в Новочебоксарске. Хочется, чтобы войны никогда не было. Хочется мира». Бессмертный полк пройдет по улицам городов и сел России прямо в вечность. Пока живы мы, жива и память. А значит, в этом воинском формировании всегда будут бойцы. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Александр Петров, Республика. «Война еще исчезнуть не успела. Те годы – миллионы личных драм. А потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам». Полдень. На Красной площади Чебоксар все замерло. Знаменная группа выносит символ победы. Звучат фанфары в исполнении оркестра воинской части 39-97. Сценарий парада практически не меняется год от года. По сути, он был написан раз и навсегда в 1945 году. Но каждый раз мы находим новые слова, чтобы еще раз сказать «Мы помним, мы гордимся». Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, от всей души поздравляю вас 68-й годовщиной Великой Победы нашего народа над фашизмом. И этот праздник является ярчайшим символом народного единства, несгибаемого мужества, героизма и беззаветной любви к Родине. День Победы – праздник, который в нашей стране вызывает одинаковые эмоции абсолютно у всех граждан, независимо от возраста. 9 мая 1945 год. Все дальше и дальше от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам Великая Победа. С торжественным маршем в честь 68-й годовщины Великой Победы по Красной площади прошли более тысячи солдат и офицеров. Свыше 60 единиц техники, курсанты кадетской школы имени Кочетова, воспитанники детской полицейской академии, ветераны различных общественных организаций, сотрудники МЧС и других ведомств. Женский расчет службы исполнения наказаний. Женская коробка на параде вызывает умиление. Между тем, в годы Великой Отечественной войны в армию и на флот были призваны почти полмиллиона женщин. Впрочем, и многие участники этого парада в Чебоксарах тоже понюхали пороху в полном смысле этого слова. Второе состоит из сотрудников женщин. Возглавляет подразделение подполковник Малова Наталья Евгеньевна. Награждена медалью за отличие в службе. В одной колонне современная техника и машины, которые сошли с конвейера в 40-х годах. Легендарная «Катюша» и боевая установка, прошедшая реконструкцию. Главные герои этого праздника, конечно, ветераны войны, свидетели тех лет. Многих до сих пор переживают и помнят в тот день победы, как будто все это было сегодня. Я служил на Дальнем Востоке, на Чихоокеанском площади. Там таких случаев не было. Кто-то влаги там бросал или еще что-нибудь, а наоборот кричали везде. Ура! Победа! Ура! Победа! Вот это было самое главное. Папа, он раненый вернулся, он раньше вернулся, до окончания войны, чуть немножко раньше. Очень такой был больной, раненый. И он очень плохо ходил. И вот когда узнали, что победа, в общем, да, он встал и пустился в пляс. И люди, вот все, представляете, все выбегают на улицу, друг друга обнимают, плачут. А потом собрались, стол сделали на улице, такой длинный стол. И плакали, и рыдали, и радовались, и плясали все вместе. Такой день, тоже солнечный день. И это незабываемый день. И он остался в памяти и так далее. И в знак этого мы занимаемся патриотическим воспитанием в университетах, в школах. Рассказываем историю города, историю Великой Отечественной войны. У нас отец погиб, мать умерла. Вот мы остались двое, сиротами. И все так шили. Отца даже домой не отпускали, когда война началась. Сразу на фронт его собрали. Вот, он танкистом был. На Курске тоже воевал. Мне 85 лет. Тогда я молоденькая, была хорошая. В 45-м году мне было 15 лет. А что помните? Что помните? Кайкула давали, хлеба не хватало. Очень много мучились, но все равно вышли. Мы на работе, на железной дороге. Все бегом, бегом думают. Победа, победа. Родители не придут, родители придут. Радость, радость. Все бросили, кто калку. Даже на место не кали. Вот там все, бежали домой. Неуглядкой, можно сказать. Вот так, по нашему победу. Это народ ликовал. Это и победа. Ее ждали и дождались. Ну, конечно, многие не вернулись. Мой отец инвалидом. Оказалось, что на этой войне. Видеоверсию торжественного митинга и торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона, посвященного 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, смотрите в 20 часов на национальном телевидении Чуваши. Звон и блеск орденов, мелодии военных лет, цветы и улыбки. День Победы празднуют все. Пожалуй, это единственный праздник, который не просто объединяет людей, он сплачивает все поколения. Концерты, духовой оркестр, каждый отмечает праздник. Развернутая и полевая кухня. В меню гречневая каша с тушенкой, картошка, хлеб. В голодные годы войны. Настоящая роскошь. Ну, раньше война же была. Видишь, тут видеть нельзя. Тоже кормили хорошо. А что давали? В основном давали овсянку, картошку жареную давали. Гречку тоже давали редко. Тогда была просто общая гухня. Картошка немножко, в мундире давали. Или гореан, черевец. Вот так усили с черным хлебом. Так рады были. Такого мы никуда туда не ожидали. А сейчас радость. 9 мая без преувеличения. Самый светлый и солнечный праздник в году. Невозможно представить себе этот день без гуляний, радующихся толп в скверах и парках. Но так было не всегда. Даже в начале мая 45-го еще никто не знал, что спустя 9 дней мы отпразднуем победу. Зато Николай Семенович, как и многие школьники, знал, куда он попадет после окончания 10-го класса. В 1943 году, еще 17 лет не исполнилось, забрали нас, как с образованием, на фронт, без переподготовки. Мы в школе учились ходить, маршировать, стрелять. И сразу в Крыму, в 4-м украинском фронте попался под передовую. Очень страшно было. Сколько погибло у нас, перевели Белоруссию. Белоруссия, там очень много городов. Дзержинск, Минск, Витебск. Очень много таких городов освободили. Мы оттуда завершили Кенигсберге. При Балтийском фронте Кенигсберге закончили войну ранением головы. Возраст уходит. Был бы молодой, плясал бы, бегал бы, все бы радовался, но возраст берет свое, потвоевался. Каждый день победы для ветеранов не только праздник, но и испытания. Конечно, они молчат, но улыбаться, фотографироваться и танцевать с каждым годом становится все труднее. Это тоже подвиг, хотя и сражаются они не с врагами. Но пусть вальс получается не так, как 68 лет назад, знакомые мелодии все равно возвращают юность. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика. Минута величия и славы, минута признания и слез. Пусть будут ушедшие правы, пусть хватит им праздничных звезд. С годами все кажется ближе, все стало ценнее вдвойне. Спасибо за то, что вы выжили в той безбощадной войне. Вокруг не звучат выстрелы и взрывы, редкие минуты затишья после ожесточенного боя. Солдатский привал. Кто-то набирается сил, кто-то обучает молодое пополнение. Многие из этих ребят оружие в руках держат впервые. Опытные командиры пытаются сделать из своих подопечных идеальных вояк. Времени немного. Уже с утра они отправятся на линию огня. Больше-то оружия взводим следующим образом. Раз. Взвели, да? Спуск произвели. Что, имеем спусковой крючок, имеем переводчик огня. Железо старое, надежное. Еще в ту войну стреляло. Калибр 7,62. 63 по тоннему магазине. В конце войны использовался секторный на 35. Молодое пополнение обучают сражаться и в рукопашную. Приемы ближнего боя. На ножах и винтовках. На войне, как на войне, говорят солдаты. От противника можно ожидать чего угодно. У каждого командира своя тактика, которая не раз помогала им побеждать. Члены столичных клубов исторической реконструкции переоделись в казаков. Форма 40-х годов, попахи. Вот они, те самые герои. За победу конные войска сражались до последнего. И даже когда силы были неравны, они совершали настоящие подвиги. Даже был такой случай, казаков бросили под танки на конях. И они выиграли бой, отсекая пехоту, которая шла за танками. А танков уже, как говорится, добили гранатометчики, те, которые сидели в окопах. Военные песни сегодня тоже звучали на всю Красную площадь. В 40-х годах солдатам такие концерты были нужны, как воздух. Артисты, несмотря ни на что, приезжали к бойцам на фронт. Музыка не только скрашивала отдых, она дарила всем надежду. И значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Такие знакомые напевы, о которых не забывают и сейчас, для победителей значат очень многое. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. С каждым годом мы все дальше и дальше от тех дней. И с каждым годом нам все сильнее и сильнее хочется смотреть в родные лица Великой Победы. Надежнее и надежнее хранить память об их подвиге. О той войне, ужасной самой, о бесконечной той войне, где смерть ходила вслед за славой, и год за десять шел вполне. И коли слушаешь ты победа, то никогда не забывай про ту войну, про кровь, про деда, про самый долгожданный май. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Эти легендарные строки Лебедева-Кумача стали девизом для всех авторов того времени. И в наши дни песня – одна из важнейших составляющих патриотического воспитания. На нее откликаются все сердца. Наш выпуск подошел к концу, но праздник не завершается. На главной сцене, на Красной площади, творческие коллективы сменяют друг друга. Продолжается большая концертная программа. И, конечно же, вы еще можете успеть на салют. А мы с вами прощаемся. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok